МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все в Израиле существует вопреки историческим обстоятельствам и благодаря интеллектуальной воле. Утраченная государственность была восстановлена после почти двух тысяч лет рассеяния. Государственный язык иврит к 19 веку стал мертвым, книжным языком, но в 20-м столетии был возвращен к жизни. Тоже научным и общественным усилием. В Израиле встретились несовместимые религиозные традиции. Иудейская, христианская, мусульманская. Сами евреи внутренне далеко не едины. Конфликт между религиозниками и светскими людьми то и дело вырывается наружу и может приобретать предельно жесткие формы. Но страна живет, и ее главная библиотека тоже существует, вопреки обстоятельствам и благодаря интеллектуальной воле. В 1872 году, когда о восстановлении государства и мечтать не приходилось, на первой полосе иерусалимского еженедельника Хавацелет появилось обращение с призывом начать сбор книг о еврейском народе и земле Израилевой. В 1890-м знаменитый сионист Иосиф Хазанович, врач из Белостока, напечатал брошюру о необходимости создать еврейскую национальную библиотеку и пожертвовал для нее 8800 книг, в основном на еврите. Впервые в мире национальная библиотека возникла задолго до того, как нация вновь обрела право от гражданства. Довоенный Иерусалим был похож на сегодняшний архитектурными очертаниями. Белый камень под слепящим солнцем, бесконечные могилы праотцев, выносливые олины. Но всюду черты средневековой архаики, следы жестокой бедности, выжженная земля и при этом повсеместное появление невероятного культурного энтузиазма. В 1820-м библиотеку взяла под свое покровительство Всемирная сионистская организация. Тогда собрание насчитывало 30 тысяч томов. В 1925-м году был основан Еврейский университет в Иерусалиме и в его распоряжении была передана библиотека. Так она стала не только общенациональной, но и университетской. Тоже исключительное сочетание. Функции хранения национальной памяти и задачи практического обслуживания молодых читателей были совмещены. Сейчас библиотека далеко не самая крупная в мире, но самая большая на Ближнем Востоке. 5 миллионов единиц хранения. 25 тысяч экземпляров книг поступают в нее ежегодно. Всем этим библиотечным хозяйством ведают всего 150 постоянных сотрудников и еще человек 100 студентов помогают в работе. Библиотека называется Еврейской. Но это не этническое, а национально-государственное определение. Книги тут собраны на всех языках. Энциклопедическое знание не подчиняется политическим границам. На полках полный комплект справочников по истории ислама, всех христианских дономинаций. Читальные залы и архив размещаются в здании нового университетского кампуса. Посещать их могут наравне преподаватели, студенты, любопытствующие, евреи, мусульмане, христиане, всякие для кого книга – часть его жизни. И кто готов заплатить 200 шекелей, примерно 40 долларов, в год за пользование абонементом. Это единственная национальная библиотека в мире, где можно заказывать книги на дом. Раньше библиотека располагалась в другом здании, на университетской горе Скопус. Здание было построено в 1929 году. Его называли «Корпус Вальфсона» по имени благотворителя, подарившего средства на стройку. Вообще следы этой традиции жертвовать деньги на библиотеку видны повсюду и сейчас. Множество старых и новых табличек с именами жертвователей. Причастность к судьбе библиотеки равносильно причастности к судьбе страны. 14 мая 1948 года было провозглашено основание независимого государства Израиля. Практически тут же началась война, разменные монеты в которой могло встать, и становилось все, в том числе книги. И Иерусалим был разделен на еврейскую и арабскую части. Граница прошла по-живому. Библиотека осталась без книг. Во время арабо-израильской войны 48-49 годов гора Скопус, у подножия которой расположился университет, и здесь же находилась университетская библиотека, оказалась на территории, которую контролировала Иордания. Библиотечное собрание, почти полмиллиона томов, стало доступным библиотекарям лишь после шестидневной войны 67-го года. Так и живет библиотека. От войны до войны. Вряд ли можно представить себе другое национальное книжное собрание, которым руководит бывший десантник, участник ключевых политических и военных событий. Как, впрочем, трудно назвать другую армию, в которой десантники по завершении службы отправляются в Колумбийский университет защищать диссертации по философии. Я всегда интересовался математикой, философией, общей философией, но в то же время меня всегда интересовала организаторская работа. Я пошел в армию, я стал командиром подразделения десантников, и я очень горд этой главой в моей жизни. Меня тогда попросили возглавить одно очень престижное подразделение, подразделение очень интеллигентных военных. Я провел в армии 10 лет и ушел оттуда, когда понял, что не могу больше сделать ничего интересного, и тогда я поступил в Колумбийский университет в Нью-Йорке, изучать философию, философию языка, философию Витгенштейна. У вас на столе лежит его книга. Да, это книга его трактатов, первое американское издание. Да, точно, это чудесная книжка. Я проверил по каталогу, у нас в библиотеке не было такой книги, и когда я закончу свою работу, я подарю ее библиотеке. Нынешний директор знает библиотеку с детства. Еще мама посылала его сюда за книжками. Объясняя конкурсной комиссии, почему он хочет работать именно здесь, ответил, библиотека – единственное место в мире, где тебя не спрашивают, почему ты бездельничаешь, когда застарют наедине с книгой. Но есть причины и более существенные. Есть такой философ Исайя Берлин, еврейский философ. Он умер не так давно. Однажды в 80-х годах Исайя Берлин встретил директора этой библиотеки и сказал ему, что три основных составляющих настоящей демократии, настоящего государства – это парламент, национальная галерея и музей, и национальная библиотека. Так вот, я понял, что вот на этой самой территории, частью которой является университетский кампус, есть парламент, есть израильские музеи, национальная галерея, и здесь же будет здание библиотеки, новое здание. Это то, что я называю национальным треугольником. Если мы через 7 лет встретимся с вами в кафе неподалеку, у нас с одной стороны будет парламент, с другой – музей, и библиотека в этом треугольнике занимает важное место. Здесь действительно рядом парламент, университет и музей библейской истории. И все это главные опоры государственности. Евреи – народ книги. Именно Библия объединила их, связала, позволила сохраниться на протяжении тысяч лет. Все, что связано с историей Библии, собирается и экспонируется в музейном комплексе. От вавилонского пленения и египетского рабства до античной демократии и таинственных кумранских свитков, найденных в долине Мертвого моря. Все, что написано евреями, о евреях и о культурах, с которыми евреи соприкасались и взаимодействовали, уступает в национальную библиотеку. Огромный витраж, который встречает читателя при входе в залы, на разных языках воспроизводит библейскую метафору о народах, перековавших мечи на оралах. А законы, необходимые для сохранения и продления памяти, а значит для продолжения пути, принимаются в парламенте. Библия – ядро национальной жизни, источник исторического, культурного, политического единства. Это отчасти примеряет вечно враждующих светских и религиозных евреев, формирует их общее отношение к прошлому, как к вечно-настоящему. В Израиле говорят – хайфа работает, Тель-Авив пляшет и Иерусалим молится. Молитва звучит здесь на всех языках, звучит всегда. Эта ситуация и величественна, и потенциально взрывоопасна. Как ни разделяй старый город на кварталы, еврейский, мусульманский, христианский, все равно вокруг храмовой горы клубится напряжение. Оно ощутимо почти физически. Но, может быть, именно это напряжение и создает особую атмосферу святого города. И невероятно поднимает статус библиотеки. Ведь она действительно служит нейтральной территорией, интеллектуальной площадкой, до которой затаенная вражда не должна доходить. Знакомую немецкую словистку пригласили в Израиль на семинар, посвященный проблемам памяти в еврейской культуре. Она была не очень довольна. «Ну что еще мы, немцы, можем узнать о Холокосте?» – думала она. Но ей начали рассказывать о связи между современностью и событиями трех-пяти тысячелетней давности. Память у евреев очень долгая. Это одна из основ их культуры. Для того, чтобы эту память поддерживать, нужно изучать книгу книг. Вот это залы у дайки. Поскольку здесь работают часто люди религиозные, они не позволяют снимать свои лица, и мы ведем съемки до начала рабочего дня. Люля Кантер – искусствовед, преподаватель кафедры истории искусств Юросолимского университета. Приехала в Израиль из Москвы в 1992-м. Легендарный профессор Бараш, тоже, между прочим, бывший солдат, воевавший за независимость, назначил ей собеседование недалеко от входа в библиотеку. Это собеседование шло на травке, на улице. Меня поразило, что вот так можно. Все-таки в советское время как-то были совсем другие отношения. Даже с лучшими были другие отношения. Ну, в общем, да. Где-то под кустом вот так вот стоял столик, скамейка. И вот эта встреча под кустом, она на меня произвела очень сильное впечатление и какое-то породило ощущение связи с тем, что будет. И с тем, что было. И связи с этим местом. А потом профессор Бараш рассказал Лёре Кантер притчу, который придал форму рассказа из реальной собственной жизни. Рассказал о том, как его друг, солдат, с которым он вместе воевал, вернулся с войны. И американец не захотел возвращаться к себе домой, а захотел остаться в Иерусалиме и изучать ту часть Талмуда, которая называется Гемара. И по этой части был какой-то очень известный раввин. Только в Иерусалиме, только у него. Этого старика можно было научиться каким-то таймам этой мистики. Он с трудом добился аудиенции у него, пришел. И этот старик, он не стал с ним вообще разговаривать, не ответил ни на один вопрос, даже здрасте ему не сказал. И так несколько раз он приходил и говорил, я хочу учить Гемару. Старик, ну, не реагирует и все. Последний раз, когда он только вошел и открыл рот, этот старик посмотрел на него и сказал, ну что, ты хочешь учить Гемару? Так иди и учи. И вот с таким напутствием он меня отправил в сущности в библиотеку. Лёля Кантор не превозносит родную библиотеку до небес. Она ученый. Ей приходится перемещаться по миру из одного библиотечного пространства в другое, в поисках необходимой литературы. Есть собрания куда более значимые, но нет другой библиотеки, сыгравшей такую же значительную роль в воссоединении отечественной истории. Истории народа, объединенного книгой. Это не та библиотека, которая, допустим, как какая-нибудь, я не знаю, ватиканская, да, или не папская, не императорская. У неё нет вот таких вот культурных слоёв многовековых. Библиотека, которая была собрана так вот по вдохновению, в долевым решением. Должна быть культура собрана воедино, должен быть язык заново возрождён, должно быть создано государство. Такой проект, я бы сказал, исторический в большинстве. Да, в этом её значение, конечно. Есть единая израильская культура. В основе лежит один и тот же текст. Это очень, наверное, важная вещь. Даже если этот текст людям секулярным, а из России приехали в основном евреи секулярные, даже если этот текст неизвестен во всех подробностях, как бы вернуться к нему, восстановить его, это не такая большая проблема. Говорят, что вообще нации – это фикция. Есть такая точка зрения. Есть такая точка зрения. Я с ней, пожалуй, согласна. И поэтому не так важны вот эти кровяные и этнические связи, и не так важны даже, может быть, культурные различия. В данном случае эта общность основана на первичном тексте. Вот, кстати, мы... Да, здесь Исайя. Да. На всех языках. Исайя на всех языках. Вот, кстати, один из учеников Лили Кантер, студент из Аргентины. Он приехал в Израиль 4,5 года назад изучать искусствоведение. За 7 месяцев выучил иврит, теперь учится в Иерусалимском университете и 18 часов в неделю подрабатывает в библиотеке. В основном на выдаче книг. В библиотеке когда начали работать? Он работает здесь год и несколько месяцев. Что эта работа, она специальна именно для студентов университета. Что он всегда обожал книги, и те места, где есть книги, это вот его стихи. А время учиться остается? Ему даже можно учиться на рабочем месте, читать книжки. Читальный зал, в котором работает этот студент, не специализированный. Здесь съемки тоже не особо приветствуются, но все-таки на болезненную реакцию носителей традиционного сознания не нарвешься. Общие энциклопедии, справочная литература в открытом доступе, возможность заказать книгу из хранилища, все как обычно, кроме маленького полумузейного стенда в углу. Ну вот яркий пример того, как формируется коллекция библиотеки. Человек всю жизнь собирал, Алан Шелевич, коллекцию миниатюр. Здесь есть все. Вот миниатюрное издание собрания прав человека, Дуляния Далича Брежнева, и от пяти книжей Моисеева до Евгения Онегина. А вообще, что значит народ книги? Даже футлярчик, это вот в форме переплетов. Совсем иное дело, специальный зал, посвященный Каббале. Здесь никакой смеси жанров, никакого интеллектуального папури. Только собрание средневековых и более поздних трудов, посвященных еврейской мистике и рассказывающих о ее основных принципах. На этом столе книги, восходящие к христианской традиции Каббалы. На этом, к собственно еврейской. Символическое описание мироустройства, соответствие чисел и букв, тайные имена Бога. Как писал академик Аверинцев, сам термин Каббала, изредка ее называют Каббалой, появляется еще в XIII веке. Однако традиции мистических медитаций над началом книги Бытия, ведения языки Иля, уходят еще в римскую эпоху. Главный книжный памятник Каббалы, книга «Зогар», приписанная толмудическому мудрецу II века Симону Бенуехае. Это аллегорическое толкование библейских текстов. Неопределимый Бог восходит к определенности в десяти сиферот, или стадиях своего смыслового саморазвертывания. И в этом зале все тоже вращается вокруг одной главной книги, Библии. Толкует ее, создает вариации на ее темы, проясняет или затемняет смыслы. Книга Гершема Шолема заложила основу современного научного изучения Каббалы. Вообще, каббалистики у нас пишут и говорят, до сих пор Бог знает что, хотя это точно такая же отрасль гуманитарного знания, как, например, филология. Но для того, чтобы изучать книги, их нужно собирать, выставлять. Все условия для этого созданы, и деньги на создание этого зала дал хорошо знакомый вам сэр Исаи Берлин. Соединить звенья сложно противоречиво устроенной национальной культуры, светской и религиозной, научной и мистической, рациональной и оккультной – одна из задач библиотеки. Она с одинаковым трепетом собирает самые древние рукописные и печатные экземпляры Библии, Тора, Талмуда и дипломы об окончании медицинских факультетов европейских университетов. Вот это – первая в мире многоязычная Библия, изданная в XVI веке по инициативе Папы Льва X. Вот исходный язык иврит, вот канонический перевод на греческий – септуагинта, перевод 70 толковников, вот латынь. Отдельная тема – мемуарная и топографическая память о Святой Земле. Крохотная книжица о путешествиях Виньямина и Студелы, испанского раввина, путешественника и исследователя. Виньямин отправился в свое 13-летнее путешествие в 1160 году, потом составил описание 300 городов от Рима и Константинополя до Багдада и Иерусалима. Книга богатого каноника Майнцского собора Берханда фон Брейденбаха, который приплыл в Яфу в 1483 году. Это, возможно, первое печатное издание, в котором путь во Святую Землю проиллюстрирован с такой точностью. Это уже не мифологизированная Палестина, жившая в воображении крестоносцев, а картографическая реальность. Предмет особой гордости библиотеки – рукописи великих еврейских мыслителей, которые в то же время были не менее великими исследователями. Вот это записи сэра Исаака Ньютона. Ньютон, который был не только великим физиком, но и выдающимся мистиком, занимается и здесь эсхатологическими подсчетами и приходит к выводу, что конец света наступит в 2060 году. До экспериментальной проверки ждать осталось недолго. Здесь же хранятся рукописи философов – Маймонида, Мартина Бубера. Архив Альберта Эйнштейна хранится здесь же, в библиотеке, хотя является собственностью университета. Вера и разум всегда шли в еврейской культуре рука об руку, и Эйнштейн стал олицетворением двух этих взаимосвязанных, но противоречащих друг другу началу. В ближайшие месяцы будет завершена работа по оцифровке рукописи Эйнштейна, и на сайте библиотеки разместят раздел под условным названием «Теневой Эйнштейн» – рукописи гениального физика, посвященной отнюдь не теории относительности, а теологии, алхимии, тайному мистическому опыту. Вообще современным технологиям в библиотеке всегда уделяли особое внимание. Еще в 1950-х по инициативе премьеры Бен-Гуриона был создан институт микрофильмирования, и сегодня он располагает микрофильмами 46 тысяч кодексов и 200 тысяч фрагментов частных библиотек изо всех стран мира. Это значит, что читателям в оригиналах и копиях доступны около 90% всех сохранившихся еврейских рукописных книг. Теперь библиотека делает следующий шаг. Она хочет, чтобы ее фонды тоже были доступны в любой точке мира, и ее сайт считается одним из лучших библиотечных сайтов. В цифровом формате тут доступны не только книги, но и рукописи, и карты, и даже музыка. Конечно, сделать библиотеку более доступной посредством интернета важно для всех, но для нашей библиотеки это важно вдвойне. Мы дважды национальны. Мы национальная библиотека государства Израиль, которая очень маленькая. Вы можете сесть в машину и проехать его за 3-4 часа. Но мы также и еврейская национальная библиотека, и у нас есть читатели в Бразилии, в Австралии, в России, в Канаде, по всему миру. И они не могут прийти в библиотеку. Единственный способ, как мы можем донести до них наши материалы, это с помощью оцифровки. Доктор Адлер вот уже 7 лет руководит интернет-проектом библиотеки. Вся оцифровка в его руках. При этом у него в распоряжении всего 4 сотрудника. Оцифровывать они могут 5 книг в неделю. Но идея доктора Адлера в другом. Надо объединять усилия разных библиотек в общие проекты оцифровки, чтобы на сайтах были доступны книги и рукописи из разных мест, чтобы интернет-версия любой библиотеки была расширенной, открытой. У нас самая большая коллекция еврейских брачных контрактов в мире. Но, собственно, наша коллекция – это только половина того, что выложено на сайте. У нас есть брачные контракты из разных-разных стран. У нас есть частные коллекции, которые теперь доступны. Теперь, когда мы поместили их все вместе, кто-то может изучать по ним историю всего еврейского общества. Собственно, историю еврейского общества лучше всего изучать, перемещаясь из древнего города в национальную библиотеку и обратно. Тут собрана роскошная коллекция географических карт Святой Земли, относящихся к разным эпохам, составленных путешественниками из разных стран. Эти карты можно мысленно накладывать на ландшафт современного Иерусалима. Бурная жизнь продвинутой европеизированной молодежи, и в нее внезапно, как будто из Средневековья, врываются суровые возбужденные хасиды. Тут же мусульмане напоминают о том, что Палестина и для них тоже святая земля. Купола христианских церквей соседствуют с бесконечными рядами еврейских могил. Все дороги ведут к стене плача. И всюду следы памяти, которые продолжают формировать окружающую жизнь, производить историю. Наверное, за этим, за живым ощущением вечности, приезжали и продолжают приезжать сюда паломники. А библиотека бережно собирает все их свидетельства. Все, что они написали о земле Израиля. Одно из первых описаний святой земли принадлежит русскому игумену Даниилу. Этот памятник настолько важен для Израиля, что его даже перевели на еврит. Иерусалим же большой и крепкий город. Стены его равны друг другу. Построен он о четырех углах в форме креста. Ущелье во множестве вокруг него и горы каменные. Безводно то место. Ни реки, ни колодца, ни источника нет вблизи Иерусалима. Но только одна купель села Амская. Но дождевой водой живут все люди и скоты в городе Том. Много виноградников около Иерусалима и деревьев многоплодных, смокв, шелковиц, маслин, рожков и другие различные деревья без числа по всей земле той растут. Олива дерево неумирающее. Если ее специально не уничтожить, то у нее будут прорастать новые стволы, которые будут становиться ее новыми основаниями, так и библиотека. Каждая в отдельности книжка может исчезнуть. Рукописи слишком хорошо горят. Пропадают целые собрания. Но библиотека как таковая будет существовать всегда. В 1925 году национальная библиотека стала университетской. К 2010 году она опять должна стать только национальной. Сейчас в парламенте готовятся пакеты необходимых документов о разделении двух функций. Университетской библиотеки и библиотеки национальной. Начнется строительство нового здания. По словам директора, стройка продлится около 10 лет. И следующее поколение иерусалимских студентов будет относиться к сегодняшнему дню как к легенде. Было в еврейской истории такое, что национальная библиотека служила университету. Но само служение продолжится. Связь библиотеки реальная, не на словах, с судьбой народа, с историей сохранится. Потому что если есть интеллект и воля, все возможно. Как возможно заново создать утраченное государство на земле, где сошлись несовместимые силовые линии. Это пример, который еврейская национальная библиотека дает всему миру. И не только библиотечному. Субтитры создавал DimaTorzok